В студии Купола вновь Катерина Ткаченко и мы продолжаем говорить о коммуникации в самом широком смысле этого слова. Зачастую понятно, что информации очень много и она иногда живет своей собственной жизнью. А вот как вот эту жизнь в какие-то рамки законодательства, например, вести, об этом я и поговорю со своим гостем Ушкановым Виталием Валентиновичем, генеральным директором российского агентства правовой и судебной информации. Тема нашей беседы «Правовое государство как необходимое условие единства страны». Здравствуйте, Виталий Валентинович. Здравствуйте. И первый вопрос, вот несмотря даже на тему, касается коммуникаций. Вот как можно защитить себя журналист, например, в прямом эфире или непрямом, вот именно вот в своей работе. Когда он, например, добывает эксклюзивную информацию, там размещает у себя на радио или в интернете и вдруг обнаруживает такую же информацию, очень плохо даже переписанную у своих коллег и, соответственно, конкурентов. Как себя защитить? Ну, вы знаете, я думаю, что журналист вот сам лично, самостоятельно никак себя защитить не может. Я думаю, что когда мы говорим журналист, мы имеем в виду, что это сотрудник некого средства массовой информации, где он работает. Я думаю, что защищать этого журналиста от того, чтобы его информацию не растаскивали по другим СМИ, можно либо административным путем, либо юридическим путем. Мы, надо сказать, в РАПСИ, в Российском агентстве правовой и судебной информации с этим сталкиваемся. И для нас это очень болезненная тема. Есть некий правовой ресурс, я даже не буду его называть, чтобы не делать ему рекламу, который беззастенчиво совершенно берет наш контент информационный и размещает его у себя на сайте. Мы это все видим, мы это фиксируем, мы собираем эти примеры вот такого плагиата. Причем там бывают случаи совершенно, на мой взгляд, дикие, когда на каком-то процессе, на оглашении какого-то приговора, решения суда, мы это точно совершенно знаем, присутствовал только наш корреспондент. Такое тоже бывает, потому что процессы судебные иногда завершаются очень поздно, и не все досиживают журналисты. Наши крепкие ребята сидят и освещают этот процесс. Там были только наши, информация, информация вышла у нас. Потом эта же информация появляется на другом ресурсе со ссылкой на их корреспондента. К сожалению, эти ситуации в правовом поле очень трудно регулируются, потому что доказать плагиат очень сложно. И зачастую любой руководитель агентства, газеты, радиостанции, просто у него не хватит времени на то, чтобы этим заниматься, чтобы это все... То есть зачастую, ну, просто приходится... Ну, да, ну, вот так. Ну, вот такие нечестные коллеги. Дешевле закрыть глаза, наверное? Дешевле закрыть глаза. А вот как можно... Ну, понятно, что в правовом, да, значит, не очень получается. А вот, может быть, как-то сообщать слушателям о том, что вот... Возможно такое? Ну, например, например, в эфире радиостанции, да? Мне известно, что вы ведущий радио России. Ну, в том числе, да. Да, в том числе. Это очень здорово. То есть нас объединяет уже то, что мы коллеги. Я вас еще обрадую, Катя. Я и на телевидение вел много чего. Ну, мы почти братья. Ну, да. Или сестры. Ну, да. Вот. Вопрос такой. Значит, в эфире радио прозвучала какая-то информация, например, она появилась на другом радио. Может ли корреспондент, там, ведущий в следующий раз сообщить, там, что-нибудь такое, что вот... Ну, рассказать об этом, например, бывает же ток-шоу, да, когда звонки в студию поступают. Вот рассказать об этом событии... Можно. Я понял, Катя, я понял вопрос. Можно. Но... Тут дело не в законе. Это абсолютно... Все можно так делать. Но я боюсь, что в этом случае мы превратим медиапространство в такую, знаете, площадочку для разборок с конкурентами, да. Мне кажется, что таким образом мы будем немножечко желтеть. Мне кажется, что таким образом мы будем немножечко сваливаться в такую базарную свару, которая, ну, по большому счету, давайте признаем, интересна только нам. Аудитории не особо интересно, откуда тот или иной ресурс взял ту или иную информацию. Ну, тем не менее, если, например, радиослушатель, ну, например, да, услышит, что вот такое-то издание, ну, как бы тень бросили. Ну, хорошо, и что он перестанет, он перестанет его читать. Да никогда в жизни. Да ну что? Я вот, например, вот перестала бы. Вы профессиональный человек. Мы сейчас говорим о массовой аудитории, которая абсолютно безразлична, где информация добыта, каким образом она добыта. Они потребители. Они потребители. Им не важно, из чего сделана колбаса. Главное, что она вкусная, правда? Ну да. А если они узнают, из чего она сделана, вот тогда будут огорчения большие. Ну, с другой стороны, огорчения-то будут год-два, а потом опять перейдут на колбасу. У меня такой вопрос дальше. Например, бог с ними журналистами, которые там плагиатствуют. Например, журналист берет информацию в каком-нибудь источнике официальном. Ну, звонит, например, в департамент какой-нибудь или в министерство, получает оттуда информацию. И там часто, ну, наверное, не секрет для всех, да, нас тоже и журналисты слушают в основном даже, там говорят, пожалуйста, не называйте мои имфамины, не ссылайтесь. Ну, то есть понятно, что информация стопроцентная, то есть вот она есть, но просто появляются такие общие. Сообщили в департаменте, сообщили вот там. Вы вот лично как к этому относитесь? И в случае того, если вдруг этот департамент скажет, что они такого не говорили, как, опять же, может издание защитить своего журналиста? С диктофоном надо это все звонить, писать? Ну, в общем, хорошо бы, конечно, подкреплять информацию какими-то вещественными доказательствами. С другой стороны, сейчас, по-моему, по законодательству, видео и аудиозаписи, они не являются доказательствами. Вы знаете, там процессуально это очень запутанно и сложно. Я думаю, нам не хватит времени в эфире для того, чтобы сейчас в этих вопросах разобраться. Я просто хочу вам сказать, вот из вашего вопроса, там ключевая фраза была, если информация стопроцентно правдива и точна. Вот, на мой взгляд, это главное. Если источник предоставляет эту информацию на условиях анонимности, это его право. Мы не можем его вынудить назвать свою фамилию или написать ее, тем более, без разрешения. Правда? А информация есть. А наше дело ведь что? Донести информацию. Это наша главная задача, понимаете? Мы должны информировать публику. Если мы уверены стопроцентно в качестве этой информации, в ее правдивости, мы должны ее выставлять на ресурс, произносить в эфире, печатать в газете. Иначе теряется смысл профессии. Ну вот тут я все пыталась защищать журналистов, да? Сейчас я наоборот нападу. А я на них не нападаю. А я сейчас нападу. Да, нападайте. Например, иногда журналисты говорят, сообщил источник в правоохранительных органах. Ну, мы часто видим такое словосочетание, там, на лентах, все. Да, это нормально. А его на самом деле нет. И правоохранительные органы разводят руками, знают, что у них нет такого источника. Вот их как защитить? Вот как они могут ли подать, что это там клевета, что это неправда, что нет такого источника? Нет, вы знаете, Катя, я думаю, что в данном случае задача не защитить журналистов. В данном случае задача их научить. Значит, журналист, который работает тем более с правоохранительными органами, это очень специфическая публика. Он должен четко понимать, что любые ссылки на эти правоохранительные органы должны быть подтверждены чем-то в этих органах. То есть он должен наладить такое сотрудничество с пресс-службами, с ньюсмейкерами, с источниками в этих правоохранительных органах, чтобы таких ситуаций, о которых вы говорите, просто не возникало. Если он не сделал этого, значит, он плохо с ними работает. Он плохо с ними работает. Он должен публиковать только ту информацию, гарантированно, которую они потом не опровергнут. Это мое глубокое убеждение. Это очень хорошее убеждение, Виталий Валентинович, но ведь, наверное, и для вас это тоже не секрет, что иногда сначала какую-то информацию орган какой-нибудь вынесет на всеобщее обсуждение, приинформирует, потом что-то там изменится и решат, что лучше пока об этом, например, рано говорить или что-то. Звонят журналистам и просят там то ли снять, то ли дать опровержение. Ну, такие бывали ситуации. Ну, что? Ну, приходится давать опровержение. Приходится давать опровержение ради того, чтобы не потерять контакт с ньюсмейкерами. Спасибо, Виталий Валентинович. Ну что ж, мы говорили о правовом нигилизме, как со стороны, ну, в основном, журналистов. Мы не успели, мы не успели поговорить о правовом нигилизме. Слегка эта тема. К сожалению, время у нас поджимает. Ну что ж, дорогие друзья, надо смотреть на источники. Будем внимательнее, будем ответственнее. Продолжайте следить за работой купола. Продолжайте следить за субтитры Алексею Дубровскому.